Привет, меня зовут Салман и это мое второе видео. Ребята, обязательно, если вы этого еще не сделали, то зацените первое, потому что там я рассказываю, что за канал, зачем он создан и кто я сам такой. Сегодня погода ветреная, и это вроде бы минус, но на самом деле в этом есть и свои плюсы. Потому что, во-первых, нет людей, которые на меня бы странно смотрели. Из-за этого первое свое видео я начал с грустного голоса. Сначала говорил эмоционально, громко, как сейчас, но затем как-то заметил, что на меня вот так вот смотрят, не переставая. В итоге выключил, начал заново и стал говорить тише. Как вы слышите, сегодня никого нет особо. И плюс еще второй в том, что я надел наконец-то эту кофту, которую приобрел на сходке вместе с браслетом. Очень удобно. И в целом мне форма нравится. Она не то чтобы облегает, она именно как-то тело так тянет и хочется держаться прямо. И вот прям грудь так вот так вот сделать и сказать, я качок. Что еще? Что еще? Ничего. У меня нет камеры, нет штатива, поэтому немножко неудобно. Но я постараюсь заснять, как подтягиваюсь вот на это перекладине. И еще на брусьях буду отжиматься. Конечно, у меня получается... Я бы даже сказал, не получается. Да, вы скажете, фу, как так, но главное захотеть. И тогда все будет окей. У меня еще много времени, я успею научиться 15 раз подтягиваться. Именно такая у меня начальная цель. Нет, ну начальная пока что это 5. Но в итоге я хочу дойти до 15, а потом уже буду дальше развиваться. Буду еще отжиматься, но по-обычному, но с весами, потому что принял вызов у Игоря. Начал с 10 килограммами, сейчас делаю 14. 4 подхода, 12 раз. И пятый без весов. Вот четвертый подход немножко колебается, но в целом у меня вроде бы что-то получается. Извините за такой формат. Лайфстайл. Всем тем, у кого не получается идти дальше, я советую тянуться, как вы можете. И таких несколько подходов по, допустим, 10 раз или 15, даже 20. И мышцы будут адаптироваться, привыкать, и в итоге вы сможете подтягиваться до конца. И также есть еще другой способ, который тоже надо применять. Это подпрыгивать, а потом медленно спускаться. Попробую на более низких. И тут хочется забросить, забить, сказать, фу, не могу я. Но, ребята, вы должны. И через какое-то время то, что вы уже умеете, будет для вас огромной мотивацией. Не знаю, может быть, человек, у которого я услышал следующую фразу, взял ее у кого-то, но он сказал, лучшая мотивация – это уже полученный результат. Ну, примерно так звучало. Слышал я это у брата Игоря, у Артема. Очень, на самом деле, верные слова. И как-то раз я посмотрел видео одного бодибилдера, где он говорит, так лень заниматься, при этом посмотрев в зеркало, попозировав, он смотивировался и стал дальше заниматься. А я подумал, смысл? Я не понимаю, ну, ты посмотрел на свое тело, и что? Почему лень-то ушла? Но, оказывается, он смотрел не просто на тело, а на свой уже достигнутый успех. Так что старайтесь, пытайтесь, держитесь. И иногда мотивация будет теряться, но вы заставляете себя. И когда уже начнет получаться, вы уже будете от этого мотивироваться и добиваться большего, и в итоге вы станете успешным. Главное, не останавливайтесь. Надо было перчатки взять, и вы обязательно берите, а то руки потом будут болеть, мозольки будут. Идем дальше. Не хочу останавливаться, потому что и так не сильно себя нагружаю, потому что не получается у меня даже сильно себя нагрузить. Но, как получается, так и делаю. Сейчас брусья будут, а потом опять вернусь туда. Посмотрим, что выйдет тут. Ребят, но в случае с отжиманиями на брусьях, если у вас не получается, то вы держитесь вот таким образом. Наполовину спуститесь и держитесь, напрягая то, что вам нужно. Конечно, слабо, но хоть как-то. И в итоге вы всего достигнете. Главное, делайте. И, ребят, я не думаю, что вам интересно следить за тем, как я что-то пытаюсь, у меня еле получается. В дальнейшем, когда начнет что-то получаться, я буду вам более правильную технику показывать, потому что я знаю, что я шатаюсь сюда-сюда. Буду показывать все четко, по подходам, с весами. Но пока что это просто начало. Иначе у меня не получается. И все же этого тоже достаточно, потому что от того, что я нагружаю себя, свои мышцы, они адаптируются. И в итоге привыкают к такой нагрузке и становятся больше, чтобы у них хватало сил. Фух. И сейчас я пойду за портфелем и буду отжиматься обычным способом. Но это после того, как я позанимаюсь тут. Но этого вы не заметите. Для вас это будет вот так. Ребят, я заказывал карту, не привезли, и поэтому пришел домой. В принципе, хорошо позанимался, хоть и странно, но в целом мышцы забились. И теперь пора позаниматься с портфелем, с весами, поотжиматься. Очень тяжело так стоять, тем более прямо. Ух. Но все же надо отжиматься, и я вам это покажу. Башку ударился. Будто бы я не до конца отжимаюсь. Но следите не за корпусом, а за руками. Я их максимально вниз опускаю, но дальше не получается. Попробуйте сами. Если снять на видео, то вам тоже покажется, что вы делаете не до конца. Можно сказать, что три подхода по 12 я сделал. Ничего. Отлично. Смог. Хотя странно вышло. До этого отдыхал меньше, сейчас больше. Но все же, можно сказать, смог. Хотя все-таки это не последняя тренировка. Будет еще следующая. А послезавтра. Вот и она будет последней. И после нее, через день, я посмотрю, сколько раз смогу отжиматься. До этого мог 50. Посмотрим, сколько смогу после этого челленджа. Спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также пишите комментарии с аргументацией, почему плохо или почему хорошо. А также пишите, чем же и как же я могу улучшить свой контент, чтобы угодить как можно большему количеству людей. Мотивируйтесь, мотивируйте. Спасибо. Ставьте лайк еще раз. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Еще раз спасибо. Извините за повтор. Пока. Пока.